На площади Аллато сегодня собрались люди, недовольные проверкой машин из Абхазии. Для детей младше 13 лет создадут отдельный инстаграм. Врачи скорой Бишкека увольняются из-за зарплаты. С вами Блог. Кстати, подробности прямо сейчас. Сегодня, 19 марта, на площади Аллато в Бишкеке собрались около 30 молодых людей. Как сообщил один из участников, они недовольны тем, что патрульные совместно с представителями таможенной службы проверяют и водворяют на штрафстоянку автомашины из Абхазии, которые не были растаможены. Собравшиеся хотят, чтобы им показали пути, как узаконить уже завезенные в страну автомобили. А также они просят снизить цены на растаможку машин. Для этого они намерены написать коллективное обращение к правительству страны. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook создает версию сервиса для обмена фотографиями инстаграм специально для детей младше 13 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. Все чаще дети спрашивают у родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому компания работает над созданием дополнительных продуктов, которые подойдут для детей и будут контролироваться родителями. Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Калифорнии. Facebook также принадлежит сервисе Messenger, WhatsApp и Instagram. На станции скорой медицинской помощи Бишкека на сегодня 89 вакантных мест, сообщил вчера на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Спутник Кыргызстан» министр здравоохранения и социального развития Алан Кадыр Бишиналиев. В основном медики увольняются из-за зарплаты. Она очень низкая – 5000 сомов. Правительство с июля поднимает зарплаты медиков на 40%. «Мы в последующем хотим поднять еще», – сказал Бишиналиев. Министр отметил, что с этого года Минздрав всем медицинским вузам выделил места для клинических ординаторов и работников скорой помощи. Бишиналиев добавил, что поднял вопрос повышения зарплаты медиков перед президентом и правительством. Ну а у меня на сегодня все. Не забывайте оставлять отзывы и ставить лайки, если было полезно. Всем хороших новостей!